Ты разденешься, а мы сами решим, что тебе там прикрыть. Мне очень нравится Ивлеева. Вот Дуа Липа мне кажется пресной. Любой артист должен упасть со сцены. Каждый день что-то делают для своей мечты. Отвечайте хейтерам. Боимся слово «секс» произнести, потому что, о боже, ужас нас за это накажет. Секс. — Ассаламу алейкум до стар, был Esquire подкаст. Всем добро пожаловать. С вами Айбек Хасанов и Оксана Казак. — Мы не вдвоем. — Мы не вдвоем. — Нам сегодня несказанно повезло. Севиль зашла в нашу студию и просто скрасила, и подняла нам настроение. Привет. — Здравствуйте. — Привет. — Рада быть у вас впервые. — Кстати, уже сколько-то дней, да, ты в Алматы? — Да. Да, мы уже четвертый или пятый день. — Ты уже заметила на то, насколько резко у нас меняется погода? — Да. Чисто женское такое. Погода настроения меняется. — Да, теперь ты понимаешь, что алматинцы выходят утром и с собой сразу берут либо шубы, сапоги, зонт. — Зонтик. — Эти сланцы какие-нибудь пляжные, потому что ты просто не знаешь, что будет. — Да, поэтому все с рюкзаками ходят. — Я сегодня вот с собой теплую кофту взяла на всякий случай, потому что, ну, вчера, было очень холодно и дождливо, а сегодня ровно наоборот. — А вы бешпармах уже пробовали? — Да, конечно, я же столько раз уже в Казахстане. Я все перепробовала. — Смотри, а сейчас у вас какой-то плотный гастрольный тур или просто вот какой-то такой более свободный график? — Плотный гастрольный тур, который вот разбавляется эфирами, нашими дружескими встречами такими, обязательно кофепитием с Луиной. — Сколько за последние, не знаю, там, вот за это лето, сколько было городов плюс-минус? — О, я так не сосчитаю. — Но это не только Россия, да? Не только Россия и Казахстан? — Не только. — Где еще были? — Не только. И Узбекистан, и Киргизия, и Турция, и Беларусь. В общем, все ближайшие страны. — Давай честно, давай честно, где тебе больше нравится? — Началось. — Именно с гастролом. Не обязательно говорить «Казахстан». — Да вообще не обязательно. — Да. — Но желательно. — Но я скажу, я все-таки скажу «Казахстан» и еще добавлю «Узбекистан», потому что моя родина. Но еще и не поэтому схожи эти страны, а теплом. То есть восточный менталитет, который мне очень близок, естественно, по логическим причинам, вот просто в душу западает. — На Турцию это не распространяется. — Ну, Турция тепло, круто, солнышко. Но если мы вот говорим про людей, да у нас и открытые мероприятия в основном, то есть там стадионы, площадки, то вот Казахстан, Узбекистан. И там есть большая возможность вот именно увидеть людей, пообщаться с ними, нежели, допустим, какие-то закрытые мероприятия, где ты так же выступаешь, отдаешься, но нет такого, скажем, на расстоянии вытянутой руки контакта со зрителем. Нет в унисон пения. — А как ты думаешь, это у тебя сейчас такое желание близкого контакта с аудиторией? Или так будет всегда? — Ну, так было всегда, так есть, как в будущем будет, я не знаю, никто не знает, но это желание узнавать людей, знать, на кого ты смотришь, кто эти люди, где они работают, есть ли у них дети, чем они зарабатывают, любят они картошку фри с мороженым, как я. Ну, то есть это все интересно. — Это очень странно. — А можно вот на картошке фри с мороженым остановиться? — Есть такая категория людей, которые едут картошку фри с мороженым? — Это так вкусно, вы не пробовали? — Просто вражок, это невероятно вкусно. Мы сегодня пойдем туда. — Вы вдвоем пойдете? — А пойдемте, вы не пробовали никогда? — Картошку фри с мороженым? — Я попробую сегодня. — Ну, это звучит кринж, но на самом деле это очень круто. — Я знаю, что многие так едят, действительно. — Да, прям многие? — Многие. — Я потом еще в первый раз сейчас слушаю. — Нет-нет-нет, для меня это, я не удивлена, ну, как бы нормально. — Мне вкусно. — Да, просто я удивлена тому, что Севиль, ну, если не лукавит, конечно, ну, потому что аудиторию нужно кормить определенными вбросами, что вот мне действительно важно, интересно. — Да, а почему я должна врать в это? — Нет, объясню. Вот, допустим, очень много интервью, которые я смотрела, как правило, это, наверное, комики, какие-то вот стендаперы веселые и так далее, они говорят, ну, нет, ну, типа, минимально контакта вот с аудиторией, с людьми, типа, концерт, классно, все, обмен энергии здесь сейчас, и потом не трогайте меня лишний раз там фото, вот это вот общение какие-то подходят. Может быть, это с годами уже ты просто устаешь от такого наплыва, такого внимания, поэтому я спросила, как ты думаешь? — Ну, я из-за этого и ответила, что я не смогу точно сказать. Во-первых, я не была в коже в теле, ну, комиков и тех людей, которые вы приводите, например, я без понятия, но у меня так было всегда, то есть я веду сама социальные сети, я прям захожу на странички людей, мне интересно. Конечно, бывает порой, когда прям овер времени, как сказать, свободного мало, то есть постоянно какие-то съемки, залы, репетиции, разучивание танцев, клипы, в общем, вся эта история подготовительная или непосредственно рабочая, в общем, не хватает времени, но когда оно у меня есть, я постоянно общаюсь с людьми. — Отвечайте хейтерам. — Ну, это либо я пытаюсь порой побывать в Фейной Ироневской, не всегда получается, но я стараюсь, но мне очень нравится сарказм и доброе чувство юмора. — Ну, отвечайте. — Да, либо блог. — А вот так вот в директ, если тебе написать? — Да. — Да? — Конечно. — Вот это редкость же большая. — Я сегодня проверю. — У меня даже нет пустых пустых. — Я тоже иногда... Ой, я раньше так писала, писала, а потом не ответили. — Кому? — Я писала Джеймс Артур. — Так. — Вот. Артур Джеймс. И я писала просто «Привет, я сегодня...» Ну, это давно было там. Просто ввела дневник. — Ты представляешь, я купила пельмени, открой пачку, они все рассыпали, а я тоже писала. — Ну, что ты, да, потом это все, конечно, удалила и недавно он ответил. — А, серьезно? — Да. — Ну, аудитория-то подросла? — Да, он знает, кому отвечать. — Он такой, а, ну теперь ладно, можно пообщаться. — Ну, пришлось удалить все вот это вот про пельмешки. — Я писал Джессике Альбе, когда в школе учился. — О-о-о. — Спишь? — О-о, вот так. — Стоп, подожди, ты в школе учился давным-давно. — Да. — Ты куда ей писал? Голубь, правда? — Я писал этот, я нашел электронную... — Мейл-агент? — Мейл-агент. — Аська. — Джессика 777-альба собакамейл.ру. — Да. — Не, я нашел почту официальную фан-клуба Джессики Альбы. — Так, Альбы. — Я ей написал, ну, получается, я не ей написал, я написал, типа, а можно получить доступ к ее личной? Они сказали нет, но я тогда написал письмо, типа, вот ей передадите, они сказали, хорошо, передадим, но они не... Ну, конечно, не... — Вот так вот, доверяй. — Может быть, там затерялось. — Но я думаю, что они могут не отвечать, у кого-то есть, допустим, неприязнь к социальным сетям, вот им лень это все вести и так далее, у них другие задачи, то есть они не со зла. Я за артистов топлю. — Так что Леонард Дикаприн, может быть, не ответил тебе. — Вот, кстати, пока Сивиль топит за артистов, топят ли они тебя? — Кто, артисты? — Да. — Классный вопрос. — Нет. — Ну, на самом деле, я просто читала очень много комментариев, прежде чем мы встретились, заходила во всякие порталы новостные, желтые, черные, белые, грязные, чистые, неважно, и я просто примерно, ну, так вот думаю, сейчас скажи, правда или нет, что как будто бы обычному артисту, который там свою сольную карьеру начинает в продюсерском центре или сам, ну, нужно прикладывать усилия. Все, ты прикладываешь усилия, у тебя есть талант. Как будто бы Сивиль нужно прикладывать в 300 тысяч раз больше усилий. — Я думала, сейчас будет обратная реакция, типа, но Сивиль, типа, вообще, не надо палец. — Сивиль, как будто нужно еще больше выкладываться, чтобы тебя ни с кем не сравнивали. Понимаешь? — Я думаю, что выкладываться не из-за этого следует, потому что люди, если они захотят сравнивать, они будут... — Просто надо выкладываться. — Да, просто надо выкладываться. Ну, я всегда так делала. — А как ты на это реагируешь? Вот я заглянула, там какой-то рилс, у тебя такой классный, ты там на концерте в синем платье что-то поешь, прям вот это вот... Видно, что звук, все, голос, душа, энергия, оно же даже через видос передается, и там просто... — А вот у Ани было лучше. Вот это вот тема. — Ну, они же пишут правду. — Ну, это их правда. — Ну, конечно. Я просто поняла, что это принцип аэкидо. Не надо идти в противовес, не надо отрицать, что-то доказывать, пытаться. Ну, я просто говорю, ну да. Ну, ваш... Или мне там напишут, я не знаю, у тебя зеленые волосы. Я говорю, ну да. Ну, так видит человек. Потому что люди говорят о себе. В этой всей критике автопортрет людей, которые... — У тебя так было с первого дня? — У меня так было еще до группы. — Или этот иммунитет ты приобрела? — До группы. Просто когда ты приходишь в группу, увеличивается площадь, охваты, объемы. Ну, то есть этот масштаб узнаваемости, да, будем так говорить. И, конечно, коэффициент возрастает. То есть большее количество людей начинают свое мнение очень уважительно, с большой буквы на «вы». — Мне кажется, что помимо того, что на тебе какой-то груз ответственности, ну, ты пришла в группу, у которой есть уже какая-то история, там, какая-то определенная аудитория, и тебе хочется, чтобы на тебя смотрели, тебя слушали, тебя воспринимали не в сравнении с кем-то, ну, потому что ты сама по себе очень крутая, талантливая, и все такое, да. И как это, как вот выработать этот забор, вот этот купол, ну, что тебя не размотает? Вот, например, меня как, ну, если мне там постоянно на что-то вот так вот давить-давить-давить, возможно, хоть я и тоже как бы сильна духом, ну, где-то вечерочком я сяду и пострадаю. — Ну, не без этого тоже. Ну, во-первых, очень круто иметь офигенную команду. Когда, допустим, ну, мы же не роботы, там, я не робот, конечно, бывает, что я волнуюсь, и там, не знаю, ко мне подойдет перед выступлением, там, мой директор скажет… Точнее, мне ничего не скажет. — Скажет молча просто. — Он мне покажет, и этим будет все сказано, и это огромная поддержка, просто колоссальная, когда одним словом, одним жестом, одним движением ты человека поддерживаешь, и… Ну, потому что я, ну, не могу сейчас сидеть и говорить, ой, меня вообще это никак не касается, мне вообще все равно, я крутая, самая лучшая и так далее. Все равно это отпечатывается, но благодаря тому, что нужные люди находятся рядом, они в противофазу, в противовес тебе показывают, не говорят, а показывают, смотри, вот результаты, вот там мы проделали вот это, получилось вот это, и вот это, это все там благодаря нашей работе, смотри туда, вектор направляй внимание туда, и сразу становится как-то легче. Я помню, что единственный комментарий, который прям меня триггернул, я прям… Я прям записала в директ. Я прям его когда прочитала, и меня прям зацепило, вот, это был комментарий, а я помню, что мы еще готовились к какой-то то ли премии, то есть мы все оттачивали, я еще такой человек, который постоянно учится, не знаю, там мне уже все хохочут, что я то кинетическим интеллектом занимаюсь, то там как тело себя ведет, психика. Короче, суетолог, нумеролог, астролог. Я это люблю, ну, кроме вот этого последнего, вот, я это очень люблю, как поведенческие реакции, люди, механизмы, вот, и мне какая-то написала девочка, что, ой, да поставь на ее место любую, с ее командой любая сможет быть такой. Обесценили, короче. И я такая, что, как это, ну, я прям помню, что меня это... А ну и сюда, иди, ставай на сцену, иди сюда, вот так вот надо было ее вызывать. Вот, я вначале подумала, что люди же о себе говорят, я подумала, блин, вот, я не считаю, что есть легкая работа, там, я не знаю, неважно, любую сферу взять, это там учитель, бухгалтер, дворник, посуду кто-то моет, или стирает, или гладит, нет легкой работы, потому что, ну, я кайфую от своей, и сто процентов отдаюсь моей работе, я точно так же, по аналогии, представляю, как другие люди, ну, я не смотрю на верхушку айсберга, ну, я представляю, сколько труда, усилий это стоит, ну, когда вот я услышала тогда свой адрес это, я думала, ну... Ну, ты взорвалась немного. Ну, да, меня это зацепило. А что ты сделала в этот момент? Я ей написала, что вы абсолютно правы, что, действительно, если любой человек придет, ну, на мое место в эту потрясающую команду, он сто процентов добьется результата, но пока на этом месте я, я со своей стороны буду делать все возможное, чтобы свой потенциал улучшать. Как у тебя с детьми, с детской аудиторией? Великолепно. Я себя порой чувствую аниматором, да? Ну, в хорошем смысле. А много детей? Меня? Нет, нет, много детей приходят. Да, у меня много детей, я чувствую себя аниматором. Бывают, когда открыты мероприятия, площадки. Да и когда закрыты, я люблю детей. Мне кажется, мне не кажется, я верю в энергетику чистую. Вот когда они подходят, мы вместе тусуемся. Детки что-нибудь дарят? Да, браслетики в основном. Вот эти фенчики какие-нибудь, да? Да, сами плетут, у меня все хранится. Я прям храню. Ну, это, вот, мне кажется, вот это круто. Это мило. Когда именно детский какой-то подарок. Да, вот именно, или рисунки. Да. Когда особенно вышел трек «Кукла», почему-то они, там в клипе я висела на тросах, но один детский рисунок я запомню, там просто повешенная была кукла. Блин. Распяли. Вот. В красном платьишке, я думаю, ну ладно. Ты говоришь, это нереальность такая, чаки там вообще. Я ребенок, я так вижу, мне ответила девочка, и вот я сказала. Ну, как будто завоевать детскую аудиторию, это ценнее даже. Потому что это искренняя реакция. Вот это ценнее, это искренняя реакция, но есть же определенное сейчас направление артистов молодых. Которые специально направлены? Которые конкретно на детский контент, вот на детей с этими. Ну, вот Рева, например, неплохо вообще себя чувствуется. У него, хоть он и поет «Алкоголичка», «Алкоголичка», это же у него аудитория дети, они все фанатеют. Ну да. Чика-чика-чика, Чика. Я вот даже по дочке своей смотрю, она прям с ума сходит по Реву. Вот когда вот эти вот у него были, череда вот этих вирусных треков, это же все дети смотрят. Все эти просмотры на Ютубе. Ты думаешь, он специально это для детей? Нет, я не думаю. Он выпускает. Мне кажется, он просто писал. Смотри, он писал, выпускает, обратная связь. Откуда, какой канал лучше работает, например, это вот такая вот аудитория. Ну, было бы глупо ее игнорировать и дальше писать треки, я не знаю, на шансон. То есть он как бы поймал, что вот здесь вот смотрят, вот здесь слушают, вот здесь. Теперь благодаря детям слушают и родители, и как бы на эти корпоративы детские праздники, там на концерты родители. Максимально сексуальный Рева. Да, странно звать на детский корпоратив Рева. Я первый раз точно слышу. Да, ну, даже я смотрела его интервью, он говорит, да, ну, типа. Вообще круто, когда, ну, это по-настоящему, мне кажется, народный артист, когда на все пласты аудитории, на все возрастные категории ты работаешь круто. Руки вверх. Руки вверх, да. Ну, это феноменально просто. То есть взрослое поколение, молодежь, дети здесь слушают. Вот это, мне кажется, по-настоящему круто. Даже сейчас зумеры для себя Руки вверх заново открывают. И начинают шерстить. Недавно у нас Руки вверх был концерт в Алматы. Серьезно? Было очень много людей и родители. Ну, вот типа, я там попала, вот я слушала в свое время там Руки вверх. Ну, как, я не была фанаткой, но я могла не слушать, потому что со всех сторон. Ну, да. И если бы я была фанаткой, то моя дочь сейчас бы знала все песни. Просто я была фанаткой Короля и Шута, моя дочь знает песни Короля и Шута. Они сейчас тоже, кстати. Вот, да. Как-то, наверное, может, тогда просто вот она такая музыка, это была легкая, там, 4 битвы. Да, мне кажется, да, вот в этом-то и весь секрет. И того же Ревы тоже секрет. Да. Просто простейшую музыку пишут. Ну, в смысле, я не умоляю достоинство его музыки, я сам слушаю. Но она простая. Простая. Поэтому детям легче за нее зацепиться. И я еще говорила, это Рева, это не очень удачный пример, но вот, например, этот Моргенштерн и вот... Ну вот, Моргенштерн это же... Эл-Джей, это же тоже все на подростков. На подростков, но не для детей. Вот Моргенштерн, он в детей попадает тоже, потому что у него там очень такая простенько раскладывается музыка. А я думаю, не из-за этого. Я думаю, что они не боятся выглядеть как дети. А, ну вот, кстати, тоже может быть. Ну, то есть, они не выглядят как дети, нет, я говорю про непосредственность. То есть, они не забиты, возможно, какими-то штампами и так далее. Там Рева ведет себя достаточно свободно. Вот, ну, прикалывается. Ме, Бойка есть тоже, ее любят. Раса, Пчела и Пчеловод. Они, ну, как-то это согласно. И музыка простая, но и в то же время они непосредственные в хорошем смысле. Это хочу очень в себе сохранить. Интересно, стоит ли детям запрещать слушать подобную музыку? Нет, зачем. Какого Моргена? А что плохого? Ну, есть же целое направление людей, которые, ну, типа, топят за то, чтобы... Там, вот в город приезжает Моргенштерн с концертом. И там собирают петиции, мамы, не знаю, там, дедушки, бабушки. Определенное количество людей, которые не хотят. Типа, не надо портить наших детей. Вот у вас там в музыке вот это вот все плохое. Ну, это такой бред вообще. Да, но это есть. Типа, ну, вы можете в рамках дома, в рамках воспитания, в рамках каких-то вкусовых приоритетов воспитывать детей, слушать что-то другое. Я в какой-то момент поняла, что, да, человек может быть весь в татуировках, зелеными волосами. Но он будет настолько воспитанным, чем какая-то, как Раневская говорила, лучше быть там громким человеком, чем тихой и невоспитанной мразью или тварью, как она там говорила. Вот, поэтому вообще внешность далеко не показатель. Конечно, мы встречаем по одежке, и о многом можно сказать о человеке. Но также можно сказать, как он сидит, как он смотрит, как он дышит, как ведут, ну, там, по каким-то физиогностическим моментам. Но у меня были, короче говоря, вот эти рамки, и я благодарна. Ну, а вот сейчас, когда концерт клипа... У меня вот, знаешь, как это отразилось? То есть, когда я начала надевать, допустим, там, платье чуть-чуть выше колена, всё, у меня вот тут как будто бы отец над головой на меня смотрит и говорит, что это такое, почему ты там выглядишь так, это распущенность. А потом я начала, когда это всё дело естественно прорабатывать, я поняла, что есть куча людей, условно, которые будут в закрытой одежде, но вести себя не совсем воспитано, то есть есть антипримеры. То есть длина юбки ещё не говорит о каких-то моих поведенческих, да, и внутренних реакциях. Короче, можно быть уверенным за то, что шоу-бизнес тебя не унесёт, в очередь на пластику ягодиц, что там у нас сделала? Да нет, дело не в этом. Может быть, я к этому вообще ровно отношусь, я к тому, что я осознала другую вещь, что в человеке есть стержень, есть характер, он может быть достаточно понятен порой по взгляду, вот как человек посмотрел, по голосу, то есть вот я сейчас даже начинаю говорить, более он садится, вот, а можно как-то говорить так вот, вот, вот. И ты хоть за 100 миллиардов надень платье, но ты не будешь достигать какого-то эффекта, который ты хочешь достичь. Поэтому это всё вот только через внутреннюю проработку. Потом в какой-то момент я подумала, блин, да я хочу носить платье, мне 30 лет в конце концов, и что за бред, это моя жизнь. И если человек захочет увидеть что-то вульгарное в том, что я, я не знаю, там, надела брюки, когда они когда-то были запрещены вообще женщинам, что я сделаю теперь? Ну, я так хочу, это моя жизнь. Ты снималась в журналах? Нет. Был опыт? А если будет предложение? Наверное, были. Были, нет. Не хочу. В категоричестве? Пока да. Вот я думаю, что когда мне будет лет 50, как Джей Ло, возможно, я ещё подумаю. Ну, то есть для меня это будет больше мотивация держать себя в крутой форме. А почему нет? Только потому, что там полуобнажёнка? Я хочу, я считаю, что это недоступно для всех. Вот. И в моих глазах эстетика выглядит иначе, моей красоты. Мне ещё кажется, ну, я говорю с точки зрения мужчины, которые вот эти журналы смотрят. Ну, не только, кстати, я про женщин говорю, но и про мужчин, мне кажется, это тоже работает. Вот когда человека вот с такой стороны видишь, ну, лично для меня он... Перестаёт быть интересным. Ну, как-то так, да, типа... Типа, мы же тебя любим за творчество. Вот, вот, я тебя люблю за то, что ты поёшь, или там за то, что ты играешь. Ну, я, ну, мне не надо было, чтобы ты там раздевался. Типа, ты мне и так интересен был, а тут как бы разделся. На страничку я вырву. Вот, кстати, первое предложение, которое мне делали, вот, сняться в журнале, мне было, наверное, лет 25-24. И мне говорили, что... Ну, я считаю, что ещё психика не до конца. В 25? В 24 года, да, ну, нормальная. Вот, и мне вот просто настоятельно говорили, что это может быть круто, это может быть твоей точкой взлёта. А у меня в голове не потому, что я уже там проработала эту историю с папой и так далее, не потому, что меня кто-то наругает, а я просто не понимала, я думаю, блин, да я крутая. И без того, что я разденусь. То есть их аргумент для меня был не аргументом. И мне тогда, я помню, ещё сверху накинули, что мы-то вначале говорили, что там в купальнике, ещё что-то мне сказали, вот я цитирую, мне сказали, что нет, ты разденешься, а мы сами решим, что тебе там прикрыть. Я, конечно, тогда обалдела. Повернись, нагнись, сейчас мы посмотрим. Я тогда, ну, это такой откровенный разговор. Я тогда обалдела, и я говорю, нет. Ну, как бы, мне ещё сказали, ты тратишь наше время, я говорю, стоп. У нас были договорённости одни, но вы сейчас говорите о другом, и это как минимум неделовой разговор, поэтому это, наверное, мы тратим время друг друга, и мне сказали, что ты пожалеешь, потому что ты в наш холдинг больше не попадёшь. Потому что ты потратила условно там 15 минут нашего времени. Ты можешь звук не издавать, но губами проговорить. Я не помню, если честно. Кто это был, я не помню. Но я помню, что я встала тогда, сказала, спасибо вам большое, но мы обязательно пересечёмся. То есть это было лет, примерно лет 5-6 назад, да? Вот смотри, 5-6 лет назад. Меня это не задело. Это было для меня рычагом. Я думаю, пффф, камон. Когда человек номер один, я не говорю о себе, ну, это условно там, давайте возьмём Джей Ло. Да, блин, каждое издательство хочет с ней работать. Потому что она номер один, потому что она сделала всё для того, чтобы к ней люди приходили. То есть кем человек должен являться. Я подумала, нет, ребята. Я вот... Пусть называют это самоуверенностью, самодостаточностью, чем только... Я просто сказала, что нет. Ну, это же очень... Я не знаю, может, я как-то не туда мыслю, но это же очень странно, называть человека самоуверенной или, типа, горделивой, просто потому что он не захотел раздеться. Да ещё вы когда-то кинг-тону не говорят. Нет, я говорю о том, что когда я встала, внутри меня было чёткое убеждение, что нет, вы придёте. Потому что это сейчас меня никто не знает условно. Но в мою силу я в своей силе уверена. Может быть, есть капелька агрессии в этом, но она не направлена в сторону людей. Она для меня рычаг, что, типа, Севиль, ну-ка соберись и не в отместку людям сделай что-то, а вырасти. Это так же, как я когда-то говорила. Да, я тысячу раз мечтала о дуэте, не знаю, Селин-Дион. Но я сижу и думаю, вот я приду в эту тусовку, скажу, hello, Селин, my name is Seville. Ну вот она скажет, hello, и чё? Ну то есть какой ей резон со мной фит делать? То есть я должна стать каким-то ультраклассным профессионалом, чтобы люди были заинтересованы, чтобы люди что-то получили взамен в работе фита со мной. Мне кажется, это абсолютно здоровая реакция. Смотри, это было лет 5-6 назад, и тогда, я не знаю, но, наверное, не так остро это ощущалось. Если сейчас, например, подойти к артисту с таким разговором, ну пусть начинающему, да неважно, типа, ты давай раздевайся, и это будет плюс к твоей карьере, ты чего, да это суперклассно. Сейчас это уже на грани с каким-то харассментом, сейчас уже это можно воспринять как отхватиться. Ну, нет, это как бы тебя не принуждают к какому-то там конкретному действию, но это как оскорбление можно принять, к оскорблению личности. Типа, ну, давайте мы будем рассуждать в рамках моего восприятия, что для моей карьеры будет хорошо. Не надо тут меня призывать к тому, чтобы мы какую-то там вот понизовью прошли, вот по этим вот низам, чтобы якобы хайп. Вообще сейчас эта грань тонкая, потому что, с одной стороны, я как-то слушала Паша Воля, по-моему, его интервью было, он говорил, все такие стали нежные, никому ничего не скажи. С одной стороны, он прав. Действительно, порой иногда уносит людей, вот. А с другой стороны, допустим, если незнакомый человек пытается как-то меня за талию, приобнять, ну, фото, ладно, другая история. Например, мы там общаемся, для меня это полное нарушение границ. Ну, то есть для меня это оскорбление. И, конечно же, я, ну, вообще такого не было, я пример привожу. И для меня это нарушение пространства моего, там, не знаю, тела. Я не люблю это. И даже если ко мне, допустим, подойдут с таким вопросом, условно, там, не знаю, любят же, там, вопросики всякие, там, задавать, не знаю, какого цвета у вас белье нижнее, ну, из разряда. Ну, конечно, я... Кто такие вопросы задает? Я либо, я либо отвечу так же... Мобег, ты бы хоть со скрытого аккаунта писал. Да, простите, Сивиль, я случайно. Ну, то есть, либо я так же, ну, как бы отшучусь и скажу, там, не знаю, собака гладиолус. Я сегодня без них. Да, ну, как-то я не знаю, но для меня это чуть-чуть... Не потому что я такая нежная, а потому что для меня это не моя эстетика. Вот я поэтому же и говорю. Есть артисты, которым, наоборот, вот, ну, это очень органично, когда вот они раздеваются там. Не знаю, я много таких артистов знаю. Точнее, и немногие из них очень круто и вкусно это делают. Очень прям секс-символы, красиво, дорого. Но в моей органике, ну, я не вижу это, я не представляю этого. Вот мне, я помню, по крайней мере, по своей картинке, что вот это вот... Был же какой-то прям период, по-моему, от начала двухтысячных, когда вот секс, это вот самое первое в шоу-бизнесе. Типа, чем больше ты даешь какого-то вот околосексуального контента, песни, костюма, шоу, вот там. И была Виагра в лице Грановской. Да, Грановская она, Надежда? Мейхер Грановская. Мейхер Грановская. Вот их много было. Она в нескольких составах была. Да, их много было, девчонок. И разных групп было. Но вот конкретно она, я не знаю, как будто бы вот она такая. Ну, типа, это не ее какая-то отработка на сцене, там, задача продюсера. Да не, она просто сексуальная сама по себе. Она вот, ты на нее смотришь, она даже вот, они поют там эту песню. И это сейчас, когда уже прошло, там, почти лет 10, ты смотришь, ты просто дергаешься в трусах, вот, максимально, в конвульсиях бьются. Но именно она стоит, и ты на нее, даже я вот, женщина, на нее смотрю, думаю, ты просто пушка. Не, ну, давай так, составы времен Грановской, вплоть до, короче, я достаточно хорошо знаком с... Все, все фотки у меня есть. Можно сейчас, пожалуйста, вот пока не забыла, а как вы думаете, сейчас какая самая энергия такая вот в шоу-бизнесе? Под каким лозунгом все сейчас выступают, да? Если тогда была секс, и на нее работали, то сейчас... Сейчас искренности много пытаются дать. Сейчас вообще в обществе запросы... Вообще руководящая такая энергия. Мне даже кажется, не только в шоу-бизнесе. Вот-вот-вот. Блин, не знаю. Все пытаются внутренний мир свой вылить. А я все равно вот считаю, что так как животные инстинкты у людей, мне могут чего угодно говорить на эту тему, но все равно секс это самая мощная энергия. Просто вопрос трансформации. Просто по-разному подается, да. Конечно. То есть можно и посмотреть, и у тебя мурашки будут. Вот для меня все равно она такая... Вот тот период, это вот прям такая, как бы тут прям конкретная грязь. Я помню, это премия Муз-ТВ, когда просто грудь у Виагры во всех ракурсах была снята. Она вылетела в первые секунды трека. Хотя вот я хотел сказать, что у Виагры того времени, вот Грановская, Брежнева, Седокова, им типа можно было в одежде спокойно быть, и это типа прям очень... Все равно это было секси. Да-да-да, они сами по себе сексуальные женщины. Ну типа без грязных мыслей. Вот это опять про внутренние, это то, о чем я говорила недавно. Ты можешь надеть на себя хоть мешок, но то, что у тебя внутри, ты будешь просто это флюидами всеми передавать. Хоть в мешке. Вот для меня сейчас такая одна из студио Кэти Тапури. Не знаю. Она тебе кажется сексуальной? Безумно. Мне кажется. Особенно она так любит крутые образы. Но образы у нее классные. Причем она так во всем этом гармонична, и она поет просто какую-то вот казалось... Это же просто... Это все, все эти песни, это гимн Казахстана. Вот каждая, мне кажется, песня от студии любит... Казахстан любит вот каждый выпускаемый трек. И как она говорит, ее вот этот акцент, ну меня бьет вот... У нее голос. Вот когда она начинает говорить, и я визуально ее не сильно воспринимаю, но когда она начинает говорить или петь... Вообще интересно, как у женщин фавориты и у мужчин фавориты. У тебя кто? Из мужчин? Ну, я не знаю, что тебе интересно, уж извини. Давай, ну у меня, если честно, я типа не парюсь с того, ну насчет... Мальчик-девочка? Мальчик-девочка. Ну в плане, у меня есть список, короче, у меня есть список мужчин, с которыми бы я переспал, если бы я был женщиной, да. Там Мац Хумельс, Хавер Бардем, Мац Хумельс это футболист, раньше в Баварии играл, Хавер Бардем, Орландо Блум, но не когда он эльф, а когда он черноволосый нормальный. Так. И Джордж Клуни. Ну, вот Джордж Клуни. Я вот прям по таким мужикам кайфую. Нормально взрослый. Ну да-да-да, мне вот такие, ну вот, бля, я не знаю, неправильно говорить, мне такие нравятся, но не знаю, мне кажется, они, короче, сексуальны. Импонируют. Вот да, мужская энергия в них есть какая-то. Я точно знаю, что если бы я интересовалась дамами, ну если бы я была мужчиной, окей, можно так. Я не знаю, зашкварно это или нет, но Настя Ивлеева. Ну, конечно. С ее 15 сантиметрами, и как бы там на дне не угорали, как бы она себя иногда вот так вот не вела. Нет, она очень секс. Я на нее смотрю и думаю, вот в ней вот прям она бешеная, вот эта энергия. Ну да, есть такое. Куда делся, куда, как просрал эту энергию этот ЛДЖ, почему у них что-то не сложилось. Ну не хватило ему, может. Он же просто рэпер. Он же просто вот. Ее еще странный стиль, странный выбор одежды, шоу какие-то она делает. Вообще вот, если пила из того, что было, оно что-то иногда прям, действительно какая-то редкостная херня. Но она сама по себе, вот мне прямо даже. И Дженнис Ференистон. Еще со времен Фрэнс. Вот там она, ее сухие плечи, вот эти вот тоненькие ручки. Блин, а Моника? Ну Моника, она какая-то, она вот прям какая-то отточенная, что ли. Да-да-да. Не знаю. Есть такое. А еще, мне кажется, мы смотрим на людей, ну исходя из своих каких-то штук. Да. Там, условно, поэтому кого-то цепляет Дженнис Ференистона, а меня как зовут ее? Монику. Ну ладно. Лиза Кудроу. Лиза Кудроу. Кортни Кокс. Кортни Кокс. Кудроу, это была Фиби. Фиби вообще крутая. Я вспомнил Дуа Липа. О, да! Я думаю, она вообще какая-то нереальная женщина. Дуа Липа, да. Ну вот смотришь на Дуа Липу? Так. В ней все. Все хорошо. Все хорошо. В целостном образе. Вот все по отдельности брать, ну не очень же все хорошо. Какая-то нескладная, какая-то вот такая. Мы вот, помню, обсуждали, и прямо если ее детально брать, она типа не супер-пупер красавица. Вот я про это, про то, что типа есть изъя. Вот Винсен Кассель тебе кажется сексуальным мужиком? Очень, да. Он же урод. Ну типа объективно. Он же типа страшный. А Богомолов, извините. Что Богомолов? Константин Богомолов. Это же просто как будто из вот пластилина упал, на нее наступили, и что-то получилось. Ну классные же мужики. Ну вот, ну я не говорю, что это Олифа уродка, но типа не супер-красавица, не писаная. Вот я про это говорю. Давай, твоя очередь. И моя? Да. Мне очень нравится Ивлеева. Но я выбираю, исходя из темперамента. Оно как будто должно быть наполнено, вот это вот сосуд из человека, должен быть вот наполнен. Вот Олифа, мне кажется, пресный. Да? Да. Может быть. Она очень красивая, она очень, я считаю, красивой. Вообще всех людей считаю красивыми. Но вот Огонек, сейчас я скажу, мне нравится Дженет Джексон. Ну, прикольно. Это сестра Майкла Джексона. Прикольно выбор. Она очень секси. И возможно, это тот случай, когда там неточенные черты лица и так далее. Но я смотрела ее выступление, так же, как и у Джексона. Он выходил, она выходит, все, просто. Кстати, сегодня Майкл Джексона на день рождения. Да. Хьюстон, туда же. Она, может быть, и не была, допустим, как сказать, хотя она очень красивая и пропорции у нее крутые. Она в молодости, да. Возможно, она как-то там порой танцевала. Чуть-чуть. С моей стороны нелепо, как будто бы. Но вот ее взгляд и ее... Вот, короче, я сексом называю энергию. Энергия, которая исходит от людей. Особенно это круто, когда человек может просто встать, ничего не делать, но он просто, ты его чувствуешь спиной. Роберт Дауни-младший. Да, вот это вообще... Почему я сразу не сказала? Ультимативный пример сексуального мужика. Просто без... А нет? Нет, не попадаю. Причем всю жизнь. И в молодости, и сейчас. Как же его... Том... Харди. Да. Да это вообще тоже... Ну, он просто лопатуйка такой. Вот кажется. Да он вообще же не лопатуйка. Я причем смотрю... Он же берсерп-то что-то. Он вообще просто бешеный. Опять же, мы говорим про этот... Энергию. Причем мне нравится наблюдать за людьми, как они себя ведут на дорожках, в ресторанах, или там делают какие-то, не знаю... За углом, за углом их как-то снимают. Это прикольно, когда они не в образе, не в кино, они в сцене. Вот. И Том Харди, он, конечно, прикольный. А из тех, с кем ты пересекалась по работе, на концертах, на каких-то мероприятиях, был какой-то артист, человек медийный. Ты смотришь, и он для тебя как-то по-новому, по-крутому раскрыт. Да, Сережа Лазарев. Что? Что ты увидела? Я... Ну, для меня он всегда был человеком, который максимально точно поет, круто поет. Но когда мы стали уже общаться, я редко, когда встречаю людей с такой самоиронией и с таким чувством юмора. И для меня как бы в харизме этот человек... Вот мы и немного общались, но просто, когда ты начинаешь говорить с этим человеком, просто харизма, она творит невероятные чудеса. Он, конечно, и так сам по себе очень красивый человек. Но вот харизма, я постоянно еще вспоминаю, кстати, сериал Доктор Хаус. Вот, то есть там вообще человек, который там хромал, который далеко не красавец, но... Или Шерлок с Бенедиктом. Это же тоже прям капец как круто. А Лазарев, он получается, ну, вот он простой, то есть ты говоришь, он там может над собой поугараться? Я не могу сказать, что я вообще не люблю, когда говорят, он такая простая, он такой простой, да нет простых людей. Вообще не в легкости. Он не простой, но он так же, как и Оля Бузова. Вот я не знаю людей, кто очень умеет так смешно шутить над собой. Особенно, когда я смотрела там эфиры импровизации на ТНТ, ну, это очень смешно, как люди шутят. О, кстати, да, у Лазарева импровизация на ТНТ вообще шикарная. Это очень смешно. Я даже помню, с королем и прислугой это умеет. Да, это же очень смешно, конечно. Вот. Еще. Я просто давно уже знаю. Мод потрясающий. Они похожи с Артиком по вайбу. Да? Они такие добрячки и в хорошем смысле. Они, вот есть люди, которые настроены там, когда они решают проблему, один говорит, так, жестко, сейчас, вот всех накажем и так далее. У них созидание, у них другой путь. То есть они такие, они решат эту проблему за те же сроки, но таким светлым, дипломатичным путем вот я этим, ну, этому учусь. Они могут быть жесткими, ну, конечно, но мне нравится их легкость. То есть они через, не через кнут, а через пряник. как ты можешь описать одним словом вот шоу-бизнес сегодня в России? Есть у тебя? Какой-то сразу ассоциативно? Блин, он такой, какой он есть. Я вот, очень хочется сказать, равно жизнь. Потому что все думают, что шоу-бизнес, там, это грязь, это сплетни, слухи. На самом деле, это такая же жизнь, просто она под камерами. Ну что, камон, вы хотите мне сказать, что у нас в жизни нет никаких сплетен, слухов, все друг с другом дружат, да то же самое, просто под камерами. Может даже хуже. Может даже и хуже, да. Потому что люди под камерами знают, что они под камерами. Я вообще стараюсь настраивать себя на то, что, ну вот есть шоу-бизнес, да, там есть свои правила, это бизнес больше, а не шоу. Шоу это вот на сцене. Но в жизни действуют такие же законы. Если ты гнилой человек, ну, жди, что у тебя там условное окружение будет такое же, этот принцип, бумеранга, карма и так далее. Я просто по-своему это вижу. Для меня бумеранг и карма это не то, что ты сделал какую-то ерунду и тебе тут же за это прилетело. Это не так я вижу все эти принципы. Вот, поэтому что шоу-бизнес, что жизнь, я бы поставила знак равно. Так принято говорить у тех, кто приехал покорять Москву, типа, меня принимает, приняла меня Москва или там не принял, принял меня город, приняло ли меня общество, приняли ли меня там в тусовке, кино, там Голливуд, не знаю, там сцена. Вот на сегодня даже не с того, что не с той позиции, что там действительно по факту вот эти вот эти вот люди приняли или не приняли, а твое ощущение, находясь... Внутреннее. тусовки. Ты себя хорошо чувствуешь. Да. Это не говорит о том, что там нелегко, я с ноги двери хожу открываю. Конечно, нет. Вообще, я заметила такую вещь, сейчас чуть-чуть отвлекусь от вопроса. Очень большая редкость воспитанность. Вот вообще, я замечаю, что не потому, что я такая проработанная в личных границах и все такое. А очень легко отличиться от большинства, когда ты воспитанный человек. Когда ты здороваешься, благодаришь, прощаешься, когда ты замечаешь какие-то тонкости. И это так элементарно. И вот если мы говорим про энергию, там сцены, влияние и так далее, то я считаю, что это секс, то энергия души первое место, это не любовь даже, это благодарность. Вот когда человек, и очень редко почему-то я вот замечаю, что люди чуть-чуть как будто бы перестают быть внимательными и благодарными. Вот, вместо этого я вообще считаю, что мы сейчас живем в эпоху... Когда все обязаны друг другу. В эпоху, когда девочка талантливая или мальчик может выйти на улицу, спеть его, за это захейтит. То есть в эпоху осуждения. Вот, и... Ты живешь с ощущением, желанием, чтобы тебя приняли? Ну да, и так не надо делать. Как ты себя чувствовала в первый концерт в составе группы? Я очень волновалась. Причем, я волновалась не на тему того, что там, я вдруг забуду слова или что-то еще. Я очень боялась расстроить свою команду. потому что я понимала, что... А как ты могла их расстроить? Сделать что-то не так. Потому что у меня было в голове, что вот люди, они столько лет работали по определенному графику, по определенной схеме, по определенным там подводкам между песнями. Был какой-то сценарий. Свой ритм какой-то. Я боялась, что, блин, как бы я не должна быть хуже, хотя на меня никто не возлагал такого груза, что так ты должна делать вот так вот. Я делала глупости, я могла встать на сцену вот так вот. И как-то странно стоять. Потому что я искала это. И я очень благодарна терпению команды всей. И там бывали какие-то непростые времена. Все-таки, ну, это кризис определенный, когда большие перемены в группе. Это кризис. И ты из него выходишь хорошо, либо там назад, как-то пятишься. Ну, понятно, что все, слава богу, хорошо. Но я очень боялась, очень боялась сделать что-то не так. Потом в какой-то момент у меня эта тревога ушла. Я подумала... Вот как быстро она ушла? Ну, две сессии на раз с психологом. Я так измеряю тревогу. То есть мне просто, мне было сказано, что, ну, окей, ну, сделаешь ты что-то не так. Дальше что? Ну, что ты там... Вот я недавно упала на сцене. Я кажется, это вообще, мне кажется, любой артист должен упасть со сцены. На сцене. На сцене, со сцены. Столько я... Еще же есть эти подборки, видео. Но это же невероятно круто. Это вот... Да. Самое смешное, что я друзьям всем сказала, блин, я говорю, упала на сцене. И знаете, что они сказали? Есть видос. Да, да, да. Ну, это же очень круто. Но все падали. Леди Кага вообще круто падает. Да. Так это уже вообще... Как будто бы даже отработано. Да. У меня половина не поняли, что я упала. А что ты там... Я зацепилась за платье. Я просто... Единственное, что я помню в этот момент, как будто все в слоумоушене. Все замедлено. Я помню, что... Я зацепилась, смотрю вперед, смотрю на Мишу. Это наш директор. Потом секунду я смотрю вниз, понимаю, не, я все-таки упаду. Я поднимаю опять глаза, Миши нет, он уже просто где-то здесь рядом. Вот. Кто-то из музыкантов даже не заметил. Артем вообще не понял. Он говорит, я думал, ты танцуешь. Я говорю, конечно, я же на коленях часто танцую на сцене. Вот. Но я, кстати, вот как пела, так пела, он, наверное, поэтому и не понял, что что-то произошло. Ты еще дальше выпуешь? Да. Но давайте тоже развеем вот этот миф, что кто поет под фанеру, ужас. Есть площадки, есть площадки, где нет такой возможности. Которые просто вот, это, допустим, прямой эфир. Вот ты обязан, не знаю, какие-то лица сидят серьезные, не знаю, приехала Джейло, и все должно пройти как по маслу. Ни единого звучка мимо, косо, криво. Вот. Это работа. Вот есть такая часть работы. Если, допустим, я спою вдруг под фанеру, это не значит, что я не могу петь. Просто есть такой... Нюанс. Да. Но это исключение скорее, чем правило. А еще такой прикол же, когда этот... Вот, там поют под фанеру, мы же покупаем билеты, чтобы слушать вот этот вот голос артиста. Слушают голос артиста, то есть он поет вживую, он при этом двигается, да, он может там сбиться, дыхание, он там, ну, как бы, не так поет, как на кассете, ну, грубо говоря. Чуть-чуть там что-то, и потом так... Какой кошмар! И вот это вот... Это из того же разряда люди, которые, ну, ты просто им не угодишь. Они всегда найдут, вот, до чего... Ну, не доколебаться, это, наверное, грубое слово. К чему придраться? Вот так вот. это еще нормально. Есть другое слово. Это накладывается на общее скептическое настроение у нас людей и вот злоупотребление фанерой там во времена, когда вживую никто не пел. Я еще знаю, с чем столкнулась, меня вдохновило на воспоминания. Я сидела на каком-то конкурсе, как бы, и была свидетелем. Девочка пела какую-то песню, Селиндион, по-моему, Surrender она называется, и она ее спела на два тона ниже от оригинала, и она ее поет очень круто, и вот я слышу комментарии людей, ну, в жюри, которые сидели, и они говорят, ты понизила трек, и это условно непрофессионально, и, конечно же, тебе так петь легче, и как нам тебя там условно оценивать? А я сижу, и у меня в голове, я думаю, в смысле, человек знает свою рабочую тесситуру. Ну да. Он понизил для того, чтобы его тембур звучал максимально круто, это очень профессионально. Зачем, наоборот, стараться перекричать там того же артиста, там, чью песню ты поешь, только чтобы что? Ну, то есть, и вот такие вот двоякие представления у нас, то же самое под фанеру. И что? А, кстати, как тебе вот этот вот такой мини-конфликт, не знаю, слышала, нет, когда Долина размотала Валю карнавал, потому что карнавал тик-токиши, который вдруг чего-то там решила петь. И вот она говорит, ты там в ноты не попадаешь, слуха у тебя нет, голоса у тебя нет, и вообще в целом, если у тебя нет этого образования, нет, ну, не знаю, там, таланта, как считает Долина, то и нечего рыпаться. Ну, она что-то прямо... Вот если ты не закончил медицинский, то и не надо идти там зубы никому вырывать. Ну, блин, это чуть-чуть разные примеры. Это разные вещи, да. Подождите хирургия, и там, допустим, здоровье... Это вообще не мое мнение, просто я транслирую... Это снобизм Долиной. Ситуация, да, которая была, типа, вот ты не музыкант, ты не поешь, ты не умеешь, ты не училась, ты ничего не окончил. У меня нет музыкального образования. Да, она гонит уже. Я, знаете, как скажу, у Ларисы Александровны, она... Я вообще... Не то, что ее, я не берусь никого осуждать. Она просто невероятный музыкант, джазист, и у нее есть ее мнение, она так считает. Мне тысячу раз говорили, не пой, но это не твое, Севиль. Твое — работать переводчиком. Вот я по образованию переводчиком, переводи. А с какого языка? Английский. Вот, переводи. Мне тысячу раз говорили, двигаться тоже не твое. В общем, каждый со своим мнением приходил в мой дом со своим уставом. Но фишка в том, что... О, есть притча. Чуть-чуть позанудствую. Вот стена, и там самая высокая какая-то стена в мире, и никто ее не может перейти. И вот 10 человек решили взобраться на нее, и, в общем, там первые два упала сразу, третий там... Ну, в общем, они потихоньку все падали, и только один... А там двое их оставалось, и они там все говорили, да это вы ее не сможете, вы сейчас упадете, куда вы лезете, вы ее не перейдете. И, в общем, только один добрался до верхушки, залез, и его начали спрашивать о чем-то, а он поворачивается, и он просто был глухой. А, ну... И поэтому он дошел. Вот в таких случаях надо быть глухим. Не надо ни с кем, опять же, говорю, я никогда ни с кем не спорю. Вот я говорю, хорошо, ну вот так считает Лариса Александровна, ну пусть она так считает. А ты как считаешь? Ну, я считаю, что надо верить в свою мечту, надо трудиться. У меня нет высшего музыкального образования, но то количество времени, сколько я затрачиваю на обучение, с какими людьми я работаю, оно точно эквивалентно пяти дипломам, потому что я каждый день что-то делаю для своей мечты. И если мне кто-то подойдет и скажет, что Севиль, ха-ха, ты ничего не достигнешь, я скажу, да, в твоей проекции это правда. Почему я должна сливать энергию? Я просто скажу, да, и пойду опять распиваться. Вот, кстати, про тех, кто там в палке в колеса, даже просто элементарно, какой-то фразой, о которой он наперед не подумал, что эта фраза может принести. Кто из коллег, вот ты чувствовал от него поддержку? То есть ты можешь точно сказать, что вот этот человек, понимая, наверное, что быть может сейчас такой период начала карьеры в новой группе и так далее. Мне на самом деле, вот я девочкам благодарна, это женская сила. У меня точно одним из первых людей была Клава Кока и Оля Серябкина. С Олей мы сейчас очень тоже хорошо. О, это, кстати, о тех, кто сексуальный, да. Она, кстати, секси. Вот, прям. Она секси. Это тот пример, когда я говорила, когда органично, очень органично. Вот, Леуся Чеботина, мы с ней тоже общаемся, Мария Краймбери. То есть в основном это были девочки. Вот. На ВАИ, по-моему, мне тоже писал, поздравлял. Ну, то есть из парней, если так перечислять. Ну, как бы я говорю, я очень благодарна. Очень многие писали, я прямо сейчас так всех поименно не перечислю, но не было таких, которые, наоборот, в противовес что-то говорили. Таких не было. Ну, это круто, это приятно. Да было бы странно, если бы музыканты друг друга не поддерживали. Ну, ты знаешь... Это же солидарность. Ну, а на солидарность... Вы же просто одну сцену же делите. Сцена большая, все поместятся. Типа надо поддерживать, мне кажется. Не все так думают. Блин, ну вот я... Так думают не все. Я, например, с комиками вот на таком, ну, вот со стендап-комиками. Сцена большая. Я сейчас не на коне, кто-то на коне, да, бог с ним. Это круто, когда есть, ну, вот такое восприятие. Надо просто расслабиться. Но я и как бы наблюдала тоже, и всякие вот эти вот... Читаешь и новости, интервью смотришь. Она даже, может быть, в интервью звучит, вот так, но ты смотришь на человека и понимаешь, что он даже сам не верит тому, что он говорит. Вот прям вот читается, как будьте здрасте. Я очень часто слышала про то, что хамали... Хамали. Хамали. Ребята, которые очень такие вот они добрухи. Да по ним видно же. Да, они как бы все... Они прям такие... Да, и если ты спрашиваешь у каких-то артистов, все о них вот и скажут. У них вообще песни такие добрые. Пацаны, там, друзья, ребята, там, написали, поддержали, там, приехали. Ну, то есть они какие-то вот свои как будто соседи. Компанейские. Да, да, да. Да, да, да. Они очень такие прям вот и внешне, и песни, и... Душевные даже, и тембр голосов такой. Вот не ждешь от негатива от них. Почему так происходит? Как ты думаешь, изнутри, если вот наблюдать, почему ты смотришь такая классная группа? Все, она успешная. У них концерты, хиты, альбомы, и т.д. и т.п. И они раз распадаются. Мне кажется, это нормально. Почему распадаются группы? Да. Причем на пике, на своем, на миллиарды одна причина. Не о чем писать, например. Каспийский груз так распадался. Они просто, они в интервью сказали... А я думаю, нет. Я думаю, что это либо деньги, либо это женщина, которая может появиться. Блин. Условно. Себя женщина. Либо, ну не знаю, не приходят к соглашению люди. Особенно на пике, когда кажется, что ты самая крутая. Я просто это, скажем так, не в таком медийном пространстве проходила, но когда у людей что-то начинает получать, зачастую люди начинают сильно верить в себя. Вот. Очень сильно. Я могу сама или там сам. Да, но и может быть и получаться. Вот я, когда работала, допустим, еще до группы Арти Касте, у меня тоже были свои проекты. Я замечаю, что как только начинает что-то получаться у людей, они такие сразу мы сами все решим и там уже не прислушиваются к мнению других профессионалов, которые действительно и это крах. Если бы ты сейчас не была в составе группы. Продолжала бы петь, сольную карьеру свою развивать. И мне, кстати, я тоже периодически читаю там комментарии, ладно, я всегда читаю. Штару. Ну да. Вот. Мне пишут, что вот, никому там неизвестно, пока Артик ее не нашел. Ну да. Ну очень, я хочу сказать, что миллиард музыкантов, которые вот существуют, на сцене супер талантливые и очень тяжело пробиться. Очень. То есть это должна быть и доля удачи, и доля таланта, и доля... Окей, ты еще... Мало того, что ты попадаешь туда, вот у меня еще был такой вот именно страх, что окей, я попала, а дальше? Ну то есть удержать эту планку. Один момент, когда тебе этот шанс предоставляется, другой момент, ну как бы, а дальше что? Удержаться. Это такая история. Поэтому мне хочется пожелать всем музыкантам продолжать верить в то, что вы делаете, и не думайте, что вы никому не нужны или так далее. Просто без реализации тяжело поверить в свой талант. Без реализации, когда к тебе не приходят на концерты, когда тебя мало слушают, когда нет стримов, тяжело поверить в то, что ты кому-то нужен, что твое творчество, кому-то нужно. Но, пожалуйста, однажды вам точно улыбнется удача, и здесь вы должны не облажаться, а вот прям идти и понимать, ага, вот почему там 10-20 лет я не мог прийти постучаться в эту дверь, только потому, что вас все эти 10-20 лет готовили, чтобы вы дальше смогли удержаться и показывать крутой результат. Поэтому я, как человек, у которого миллион и тысячу раз не получалось, искренне хочу вообще пожелать верить в то, что вы делаете, и никого не слушать, быть порой глухими. Вот, я очень сильно верю в людей. Отмотать время назад ты вот все так же и пройдешь? Ну, то есть получишь предложение? Нет, так же бы все делала. То есть можно сказать, что ты сейчас максимально комфортно, круто себя чувствуешь? Ну, я бы ничего не меняла в своей жизни. Ну, это здорово. У меня, я вот говорю, поверьте, у меня всякое было и в детстве моем, и... Но я, вот если бы Господь меня спросил, ты вот в эту семью вернешься, ты хочешь там тот же путь пройти, артиста и так далее? Да, я скажу, конечно. И буду его еще проходить. И сколько дверей еще не откроется передо мной, я понимаю. Но и что? Все равно когда-то она откроется. Это как читать книгу, вот перелеснуть ее, наконец. И ты такой, ой, жили они долго и счастливо. Все. Вот я это точно знаю. А что вот этот весь, все 150 страниц будет происходить, это я доверяю. Вот ты говоришь, Люся Чеботина поддержала, девчонки. Как вот там происходит дружба, когда вы, по сути, ну вот. Ты мне не сказала, что это дружба. Ну вот она может быть? Ну может у кого-то и может. Ну да, есть примеры, когда люди дружат. У меня понятие друг, это как семья. Это даже больше, чем семья. Где-то формируется вначале? Нет, не обязательно. Просто у меня вот эти понятия, там, близкий друг, дальний друг, они еще в школе остались, у меня есть друг. Вот. Их мало. То есть я пересчитаю на пальцах одной руки людей. И это не значит, что если я говорю человеку, что ты мне не друг, это не значит, что ты мой враг. Это значит, что мы с тобой коллеги, знакомые. Приятные. Я веду себя... Ну не близкие такие. Я абсолютно одинаково, добропорядочно себя веду по отношению ко всем людям. Я всех уважаю. Я люблю не каждого. Я не обязана любить каждого. Уважаю каждого. Но друг, это скорее всего тот человек, при ком я не испугаюсь показать какую-то свою грань. И отношения для меня тоже самое. Это не про бабочки в животе, а я понимаю, что вот у меня есть какая-то негативная теневая сторона, а не у всех есть. И надо просто признать это, что при определенном человеке я ее могу показать, и меня за это не осудит человек, а наоборот, он мне поможет в этом разобраться. Вот для меня друзья это именно те люди. Вот. А это, конечно, вопрос доверия. То есть я же, получается, не всем могу доверить, увидеть какую-то часть себя. Вот. И не каждый сможет понять это правильно и мудро. Ну там, я не знаю, условно там, я расплакалась. Кто-то может сказать, да, она слабачка, или там, ой, все, она не выдерживает, что уже. Вот. А кто-то наоборот обнимет и скажет, блин, ты живой человек, поплачь, завтра будет все круто. Вот. Поэтому я не могу, у меня нет друзей в шоу-бизнесе, но есть и люди, с которыми я тепло общаюсь, с которым очень тепло отношусь. Вот. И Люся, в том числе, да, тех людей. Ты говоришь о том, что вот заплакать кто-то там может поддержать, кто-то наоборот. Правильно ли, что для тебя заплакать в сети недопустимо? Я всю жизнь так думала, но я думаю, ну блин, смотрю, как заплакать. Просто честно, вот сейчас я со своей колокольни, я никогда не задумывалась, хорошо ли, что я так думаю, плохо, что я так чувствую, или нет. Но когда я вижу, как горе, там, какую-то вот ситуацию, человек плачет в сети, вместо того, чтобы пережить как-то внутри, и так далее, искажается. Я как будто заранее к этому плохо отношусь. типа, ну, камон, почему ты здесь-то плачет? Ну, ты нашел время, чтобы включить веб-камеру. Да, то есть ты там открыл, вот это все сохранил, там, если еще есть маска наложенная, фильтр, ты сидишь и думаешь, что ты вот это... Собачьи ушки. Что с лишним? Ты точно-то можешь смонтировать. Я к этому стала проще относиться, потому что раньше я тоже так думала, и думала, блин, тебе реально фигово, просто когда фигово, ты точно телефон в руки не возьмешь, ты будешь как-то внутри переживать, скорбить и так далее. Потом у меня года три назад я подумала, ну, мы же все разные. Возможно, есть там, допустим, блогеры-миллионники. Вот это их стиль жизни. Они так привыкли. Они не могут. Им так легче. Они так больше справляются с какими-то переживаниями, с какой-то... Они вот сливают, и все, и им пишут слова поддержки. Почему это может быть ложь? Я не знаю. Ну, точнее, с чего это ложь? Ну, это правда, это в их стиле, они так живут. У меня... Я недавно наткнулась на видео, девочка переживала какое-то тяжелое расставание, что ли. И она просто поставила как-то телефон на штатив, и она как-то легла на кровать, и она так стала кричать в подушку, у меня кровь свернулась под кожей от того... Я не знаю, это актриса она, или действительно... Но сработало. Я обалдела, мне стало больно. Ну, то есть... И опять же говорю, прочь категоричность. Хотят они так делать, пусть снимают. Я недавно говорила, что я никогда не буду плакать на камеру, я так не смогу. Ну, то есть, меня раздражает мое лицо, плачащее в объективе. Хотя мне недавно психолог говорил, ты можешь себя сфоткать плачущей, когда у тебя негативное событие, плачешь от радости, в спокойном состоянии, и сравнивать эти лица. Ну, там, короче, своя была сессия. Я обалдела. Ну, то есть, как сильно меняется лицо, цвет глаз, когда ты платишь от счастья или наоборот. А еще есть практика крутая, когда тебе очень плохо, и ты платишь, ты включаешь телефон, камеру на фронталку, и начинаешь рассказывать как будто другу. Не в соцсети, а просто включаешь камеру. И начинаешь говорить, представляешь, у меня произошло то-то, 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 и буквально, там, через несколько часов, когда ты пересматриваешь это видео, ну, у всех разные, реакции на то, что ты смотришь, но это пробирает. Ну, то есть, когда я так один раз сделала, я подумала, ужас. Ну, то есть, бедная, мне захотелось себя обнять, ну, то есть, разные штуки. Ну, в общем, я говорила, что я никогда не буду плакать на камеру, я себя в этом не вижу, для меня это неорганично. Пока, недавно я не пришла на студию, и мы записывали песню новую, и настолько она светлая, а у меня там в душе определенные свои события в жизни были, и мне стало так светло, я так расплакалась, и я просто достала телефон, не знаю, оно как-то само, и я такая, блин, и я просто в кайфе, и как-то я расплакалась, и мне захотелось поделиться теплым этим чувством, насколько меня пробрало. Пробрало, да, ну, даже не плакала, а вот просто, вот тут вот слезы уже были, да, и я думаю, что, и что, вот я выложила, и думаю, и что, вот я человек, я так чувствую, да, я могу по-своему проживать, горе, радость, или там, не знаю, у меня были периоды, когда мне было очень тяжело, мне хотелось сказать, ребята, пожалуйста, пожалейте меня, потому что, блин, я устала, не знаю, ноготь я сломала, ну, условно, вот, но у меня просто была такая ситуация, когда я тоже смотрела, видела чей-то ролик, это моя знакомая, плакала, и там какая-то прям тема такая. Сейчас все ваши знакомые, которые плакали. И она, да, плакала. Я смотрю на это, и я, причем, ну, как бы понимаю, что это, ну, она не придумала эту тему, она не придумала этот повод поплакать, она действительно плачет, но я пытаюсь на себя это спроецировать, и такая, так, сейчас я буду плакать, понимаешь, типа, надо еще для этого выделить какую-то частичку, вот так отрезать чуть-чуть от этого горя. блин, а может быть, так триггерит, потому что, можно, ты, да? Да. Может быть, триггерит так. Я уже давно пришла, не спрашиваю. Я даже замечала. Может быть, триггерит, потому что ты так не можешь делать, она может. Я к чему и веду. Она может себе это позволить, а ты нет, и не про слезы. И вот я смотрю, так, я думаю, я не могу внутри понять, как бы вроде бы почему нет, а с другой стороны, как бы муж какая-то терапия. Пока. В прошлом году это не случилось со мной. Я не планировала плакать в Инстаграме, там, где-то на... У меня просто... У меня есть время в Инстаграме что-то вещать, только когда я за рулем. Вот я вот так поставила, я вот еду и там что-то говорю. Вот. У меня маленькая страничка там, я не какой-то блогер, просто чисто для своих друзей. И я до этого показывала, что лечу свою собаку. Я заболела собакой, вот я там показывала, как она кашляет, я говорю, что делать, куда идти, где у нас какие центры, вот мне там покидали. Все, вот мы лечились, лечились, я показывала. Ну, в общем, неудачное было лечение. не смогли мы спасти собаку. И мне писали девчонки, типа, как с собакой, что там с моргожкой. И я думаю, запишу, скажу, ну, как бы, вот, короче, так получилось. И я записываю, говорю, вы представляете, говорю, я занималась там ютуб-каналом, у меня так много было, уходило времени на съемки ролика, что я тупо не заметила, что лечение-то и не помогает особо. Короче, я хреновая хозяйка, типа, я оказалась плохой мамой этой собаки, потому что не заметила, что я ее не вытаскиваю. Что-то она в какой-то день уже бегала более-менее, водичку пила, я думаю, о, все, мы идем на поправку. Я просто упустила, видимо, этот момент, я сожрала себя просто, я почти год вот в этом состоянии, и я рассказываю о том, что, ну, не было у меня ближе животного, ну, вот нет, она со мной пережила столько квартир, переезды, развод, тяжелые ситуации, я реву, она у меня здесь сидит, я прихожу, болею, она там, ну, то есть это вот прям подруга была моя, собачка-девочка. Я вот это рассказываю и понимаю, что меня просто размотало, что мне надо было, начать это говорить. Я не могла становиться, это, знаете, вот это вот тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык из историй, когда это можно было проследить, как я начинаю рассказывать, как я начинаю себя обвинять, как я себя разматываю, как я люблю собаку, как это все произошло, и я вот это все рассказываю, и уже где-то к третьей вот этой вот сториз я реву, вот такой красный нос, я уже там сколько-то секунд пытаюсь, типа, сейчас, 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 и оно вот так вот идет, 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 Короче, и в итоге я ревела прям вот в инсте, потом мне там куча сообщений друзья написали. Прошло там часов 8, наверное, я чуть отошла, я все удалила. Ну не знаю почему. Короче, я подумала, что я стала получать обратную связь, вот это вот, и опять оно меня накрывает, накрывает, накрывает. Кто-то только через 8 часов зашел, посмотрел мои сторис, я уже более-менее это где-то вот прожила, проплакала. Оно опять приходит с какими-то своими эмоциями и я, короче, я в итоге удалила, и потом сижу и думаю, охренеть. Ну легче стало? Сто процентов. Типа я как будто бы на исповеди была. Блин, животные это вообще. Мне кажется, Бог лишил их речи, животных, чтобы мы понимали, что без слов можно любить. Абсолютно. Опираясь на действия. Я обожаю животных. Просто вот я как Нара Чехов. Чем больше узнаю людей. А есть животные? Конечно, у меня и собачка, и кошечка. Собачка, кошка? Да. Но это все, это вот типа, во-первых, я такая поняла, что человек может проявляться вообще как угодно. Вот хочешь, ты вот хочешь в подушку ори. А с другой стороны, вот у меня вопрос к тебе. Вот смотри, ты смотришь, наблюдаешь за блогером. У него 24 на 7, все офигенно. Он такой, эхей, привет, я здесь кушаю, здесь сплю, на Бали, на Мальдивы, здесь у меня проект, здесь я YouTube веду, вообще жизнь, кайф, розовые очки, круто. Ну, мне кажется, что ты рано или поздно скажешь, ты врешь. Не верю. Конечно, потому что, ну, люди, не может бесконечно все быть хорошо. И я в этом плане осторожничаю, потому что я просто уверена, когда ты говоришь... Короче, знаешь, как я делаю? Я говорю о прошлом. Допустим, мне было больно, я ложанула, у меня был факап, я в чем-то, у меня что-то не получилось. Ну, как бы... Но если у меня сейчас какая-то проблема, я о ней не скажу. Почему? Я объясню. Или, допустим, там, почему я не делаю упор там... Некоторые, знаешь, делают скрины, ну, ребята, и там какой-то хейт пишут или какой-то скандал. И они делают скрин и высказывают свое мнение. Например, я не люблю так делать, ну, касающиеся меня, например. Потому что у тебя сразу ассоциация, что человек... Я просто за этим уже наблюдала не раз. Человек может быть потрясающе хорошим, но вот он, когда берет скрины каких-то скандалов, это обсуждает и говорит, связанные с человеком, у тебя ассоциация, что человек скандалист. Или там у этого человека вечные какие-то проблемы и так далее. Я не хочу... Я захожу в Инстаграм и хочу расслабиться, отдохнуть. Я хочу потупить. Вот. И то у меня иногда очень заумный контент. Психология, НЛП и так далее. Я понимаю, что я могу чуть-чуть загружать людей, но в то же время это я. Если ты хочешь там поддержки, мотивации или еще чего-то там, я рассказываю, как у меня в жизни. Было, есть и там будет. И вот если нам с тобой интересно, дорогой слушатель, приходи. Учить никого я не собираюсь. Но говорить о каких-то... Не знаю, допустим, какая-то сплетня обо мне будет, я не буду ее обсуждать. Даже если она тебя сильно задевает? Не буду. Я не хочу брать на свое поле мяч, чтобы еще и усилить эту энергию. Да-да-да. Нафиг мне это надо. Да, я могу сказать, я упала на сцене. Ха-ха. Посмеяться, показать коленку, которая разодрана. Грациозная лада. В этом ничего такого. Я могу сказать, что у меня не получилось все. Или там, не знаю, у меня там студия домашняя, и я вот за три месяца ни разу за нее не села нормально, потому что у меня то программа не работает, то у меня 350 каких-то моментов. Хотя, когда я ее только начинала строить, я думала, я каждый день буду работать. Ну вот не села я за нее. Ну вот не знаю. У меня так сбеговая дорожка. И я могу в этом признаться, и что точно так же, наверное, люди и плачут сториз. Ну вот они так хотят. У тебя, ну в любом случае, за последний год аудитория выросла. Да. Поклонники, не знаю, там, антипоклонники и так далее. Ты замечала, или, может быть, думала о том, что нужно каким-то образом, может быть, вести свои социальные сети, что как-то где-то я уже это могу, это не могу, этого больше дать. Ты вообще заморачиваешься насчет введения социальных сетей? Конечно. Это еще одна сторона позиционирования артиста. Вот. И для меня, как я и говорила, не только даже в социальных сетях, я хочу в жизни соответствовать, и я соответствую определенным нормам и ценностям, которые, допустим, которыми я живу. Я не могу сказать, которые я несу, ничего я не несу. У меня есть вещи, которые я не хочу обсуждать, потому что там, допустим, там табуированные какие-то темы, которые в обществе, ну, не принято. В обществе... Блин, вообще я могу поговорить на любые темы, честно. Но я иногда думаю, что я не хочу там, не знаю, личную жизнь обсуждать свою. Мне не зазорно, мне не знаешь там, никто не должен знать, там, счастье любит тишину. Я уже говорила, да не тишину любит часть, а счастье любит осознанность, ну, в моем понимании. Мне несложно там рассказать, показать. Но просто, когда ты 24 на 7 под камерами, я хочу, ну, хоть где-то побыть уединенно, без камер, что-то мое личное. Бывает настолько любишь, что даже не хочешь ни с кем делить имя человека, которого любишь, или так далее. Но это не значит, что мне, там, я суперскрытно, как-то не знаю, там, что я ем, что я пью, чем я мою голову. Да нет, ради бога. Или там, я говорю, обо всем могу поговорить. Своего мужчину ты транслировать не хотела бы? Ну, пока нет. Есть для этого там ряд причин, я не обязана говорить, почему. Я делаю все в целях семейного духа, духа компании, духа команды, духа работы и всего остального. Но не потому, что я, короче, даже не хочу объясняться. Не хочу. Нет, это нормально. То есть, каждый, вот, например, там, если мы берем артистов, медийных людей, Ольга Бузова, она в какой-то момент настолько сильно, мне кажется, заигралась вот в это реалити-шоу у себя на страничке, что иногда она не стопится, даже когда она в состоянии, который не надо показывать. Не надо. у меня есть другой пример, например, мод. Мне очень нравится, там, что Маша всегда там в клипах, она как-то, знаешь, муза его и так далее. Но при этом они, ну, они, я не замечала, чтобы они вот чрезмерно как бы показывали супер какие-то там личные моменты. очень эстетично. Вот мне это очень близко. И в свое время я вдохновлюсь, и там... Ты смотришь, как кино. Да, и мне это нравится. То есть не как какой-то сериал из мыльной оперы, то есть они не делают из своей жизни блок какой-то. Ну, не знаю, я, по крайней мере, его не вижу. Мне нравится, что я как вижу, она его муза. Вот мне это нравится, и она им восхищается. Вот такой формат мне импонирует. И я, возможно, там в будущем как-то бы... Потому что я тоже человек про семейные ценности, как-то бы это адаптировала, возможно. Вот. Но я вот почему тебе говорила, вам говорила, что не бывает джентльмена там на час. Не бывает такого, что я там уважительно отношусь к людям на сцене, а там кассирше там на хамлю или еще как-то. То же самое в соцсетях. Не бывает, что там я... Ну, я могу выйти не накрашенная условно, но я все равно буду ухоженная, потому что это заложено во мне. Я не могу там не соблюдать какие-то правила, которые в моей голове. Я не могу проснуться и не заправить кровать. Даже если никто не увидит, что я ее не заправила, я не могу ее не заправить. Вот такие вот правила, которые там у меня есть, они преследуются везде. А что еще? Какие еще правила? Это интересно. Даже если мы про какую-то бытовую историю говорим или про какие-то рабочие моменты. Ну, гигиены. Я, например, не могу сесть за стол. Вот у меня... Я живу там с мужем. У нас разный график. Он может приехать раньше меня, сесть там пообедать, что-то перекусить. Я приезжаю через час, теперь я хочу сесть. Я не смогу сесть пообедать, потому что он пообедал и оставил в раковине там свою чашку и тарелку. Тебе нужно их помыть? Мне нужно это помыть. Я не могу сесть за стол, если я знаю, что где-то есть грязная посуда. Потому что я буду брать другую, и их уже будет две тарелки и, типа, две чашки. Ну, вот это какой-то вот бзик. У меня есть другое. Вот когда, допустим, я возвращаюсь домой или я встречаю человека, мне очень важно, чтобы меня встретили. Встретили с улыбкой, обняли. И вот особенно первую минуту, когда я прихожу домой, это, кстати, и моих животных касается вообще про детей, так говорят. Нужно первые две минуты уделять, вот прям все оставить. Вот я пришла домой, я вижу любимого человека, я вижу там, не знаю, маму, папу, детей, животных и так далее. Я две минуты обниму, я спрошу, как дела. Я все оставлю там, как бы ни было. Ну, исключение бывает, когда я прихожу, говорю, как меня все достало. Но это редко. Это значит, что я не выдерживаю чего-то. Ты что, при этом обнимаешься, представляешь, вот это вот. Да, даже так. Но ты, но как бы я дома. И для меня, вот в моей психике, я понимаю, я дома. Я в безопасности. Эти люди меня ждут, они меня любят. Я им хочу уделить время. Хотя бы минутку. И сегодня мы же порой вообще носим все двадцать и двадцать и двадцать. И провожать. И провожать тоже для меня важно. Мне все равно на посуду. Я знаю, что ее вымоют. Или там придет моя любимая... У меня просто не вымоют. Оксана знает, что она и у нее не... Моя любимая там женщина, которая мне помогает по дому, она придет, мне поможет. Или там... У меня раньше такое было. Это вот с детства. Мне мама говорила, пока чашку не помоешь, не ложишься спать. Или еще так далее. Я себя задолбала. То есть дошло до того, что я там по двадцать часов на съемках. И я понимаю, это как начинается ОКР. То есть я лежу, и мне эта чашка, вот она у меня в голове. Вымой меня, выымой меня. Пока в какой-то момент они сказали, да пропади ты пропадом. Не вымую, ничего не произойдет. Я еще буду пластикой пользоваться. Земля не остановится. Я чистоплотный человек. Ничего от этой кружки не произойдет. Плюс, когда это начались какие-то отношения, я поняла, что не хочу я из-за кружки выносить мозг к человеку. Или для меня это не вещь жизненной необходимости. Вот если бы мне, допустим, сказали, Севиль, вот ты знаешь, ты не помоешь чашку, я так распереживаюсь, инсульт будет. Я такая, блин, ну хорошо, я помою чашку, но может быть так. Чашка это такой пример. Да, да. Ну, вилами по воде. Да, вот. А если я понимаю, что, да ничего не произойдет, ну как бы компромисс, так же и я. Вот я люблю теплые полы. Люблю. А там, допустим, человеку моему молодому, он не любит. Я говорю, давай вот тут будут включены, тут не будут. С моей стороны кровати. Компромисс, компромисс. Я могу без этого прожить? Могу, ему приятно, да. Поэтому, какие еще там всякие штучки? А рабочие моменты, знаешь, какие-то у там хоккеистов, у футболистов есть какие-то свои ритуалы. Приметы. Рабочие моменты у нас только есть одни. Я не лезу в работу его, он не лезет в работу, мы все. Это единственное правило. А когда вы пишете клипы, у тебя есть право менять что-то? Есть какой-то сценарий, какая-то идея. Мы сейчас про что? Мы про личное или про рабочие? Про рабочие, про рабочие. А если мы говорим про команду, я просто до этого про дом говорила, про личное. Вот. А то было бы странно, что я Артику говорю, ты не лезешь в мою работу. Я не лезу в твою. Я пою, как сама хоккала. Да. В работе мы всегда слушаем друг друга. Иногда даже бывает, что последнее слово за мной. Вот. Вообще, максимальная демократия мы всегда. Ну, давайте так. Я знаю, кто продюсер. Я знаю, что я артист, я пою. Вот это мои главные задачи. Се в форме держать, развиваться и духовно, и вокально, и так далее. И не болеть. Да, следить за иммунитетом. Вот. А все остальное, и слава богу, честное слово, вы не представляете, какой объем работы там делает Артик. И я вообще, я как этот, я зайчик розовый, пушистый, который ничего не знает, я только пою. Все. А вот ты говоришь в личной жизни, он делает свое, я делаю свое. Это ты о чем? Ну, у меня есть своя работа, у человека есть своя работа. Вот мы не лезем вообще категорически. Именно в рабочие процессы, то есть в деятельность, которая вне дома, да? Да. Я могу прийти и сказать, мне нужно с тобой поделиться, мне нужна твоя поддержка, я могу где-то там расплакаться от волнения, от переживания, от избытка чувств или там еще как-то. Но нет такого, что я там что-то делаю, а мне человек приходит и говорит, а так не надо, надо вот так. Или там, у меня даже, ну, в уме я не могу проиграть эту историю, что я к нему приду и скажу, что-то мне не нравится, как ты выглядишь вообще, эта идея бредовая. Никогда так, ну, я вообще, вот к теме личных границ максимально нудный человек. И это касается не только моих отношений, там, это и дружбы и так далее. Так же, как я и говорю, я ко всем отношусь добропорядочно, это правда. То же самое, у меня есть правила, которые есть по отношению к людям, и если я не вижу уважения, которое в мою сторону я хочу получать, дистанция. То же самое советы. Очень много раньше было. О, тебе надо ту. Пожалуйста, свой совет, сами себе посоветуйте. это просто. Да, все, в какой-то момент я поняла, что это проблема не людей. Это не их проблема, что они мне советуют. Это моя проблема, что я это, ну, допускаю. У меня был такой разговор с моей знакомой, которая говорит, как меня раздражают, когда мне дают советы, и она реагирует на это, то есть буквально. Нет такого, что она там промолчала, а потом мы с ней сидим, она мне это говорит. Она здесь и сейчас с человеком выясняет отношения. Почему ты думаешь, что ты имеешь право, вот мне, я спрашивала этот, и этот совет спросила, то есть и там уже начинается… Такая ступень. Так и начали. Да, а я сижу, и у меня внутри, вот как я к этому отношусь. Возможно, человек дал мне совет не с позиции, типа, я вот тут все знаю, я умный, ты делаешь плохо, я сейчас тебя научу. А может быть, он делает это с позиции, я тебе хочу хорошего. Ну, просто я не знаю, как это делать. А ты знаешь, что это тоже может оскорбить? Да, в том-то и прикол. Вот мы как-то гуляли с друзьями, и одна пожилая женщина, по-моему, разносила еду. Ну, доставка. И у меня один из друзей ей подошел, дал деньги. Я говорю, зачем ты это сделал? Она оскорбилась. Я говорю, она работает, она не просит денег. Ты ей этим жестом, я понимаю, что ты хотел как лучше, но, говорю, ты ее оскорбил. То же самое советы. Здесь такая тонкая грань, но для меня это фильтр. Для меня, я говорю, я могу быть бесконечно нудной и душной, но если люди не умеют общаться, это не мои проблемы. Но для меня это фильтр. Я еще раз повторяю, человек может со мной на выне общаться, также он совет мне может дать, и я вижу, что он это делает из добра. Я вот сейчас, пока ты говорила, примеряла тоже на себя, и у меня есть знакомые, которые раздражают, когда ей звонят. Я попала под этот пресс, когда позвонила, потому что мне, с моей колокольни, если я занята, я просто не возьму трубку. Ну все, я просто возьму трубку. Я потом, и тем более, если я знаю, что я занята, у меня будут съемки, еще там телефон будет на беззвучном, или я поставлю авиарежим, и как бы тут уже без разницы, ты мне пишешь или звонишь. И мне можно позвонить, я не возьму трубку, когда освобожусь, могу перезвонить, а она встречает это с агрессией, типа, слушай, ты в каком вообще веке живешь? Ну, камон, ты напиши мне на WhatsApp, или прежде ты спроси, могу или могу, ну что, ты сдохла, что ли, я тоже тебе позвоню, уже взорвался телефон, уже раздохнул. Да, нет, я просто не беру. Он у тебя не гудком, а расстрелами пуль, это чередует, это идет, что происходит вообще? Или моменты, когда тебе звонят, и ты не берешь трубку, тебе звонят еще раз, ты не берешь трубку, тебе потом пишут, ну ты че там? Ну типа, алло? Блин, меня это раздражает. Вот это уже такой легкий абьюз. Вот это меня раздражает. Это беспардонность обычная. Если, ну, человек два раза не поднял трубку, напиши, перезвони, пожалуйста, у меня там срочно разговор. А еще раздражает, когда, допустим, ну не раздражает, а я уже как-то вот отсеклись эти люди. Допустим, нон-стоп съемка. Мы клипы снимаем, двое суток, почти там, четыре часа поспать, и съемка, 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 съемка. Поесть не успеваешь. И, допустим, люди что-то звонят, пишут и так. Ну, близкие знают, например, я занята, они ок. А порой бывает, вот он пишет, пишет, или она звонит и звонит, ты не берешь, и на тебя потом. Ты стала другой, ты раньше брала трубки. И если я понимаю на секунду, что идет навешивание чувства вины, и я такая, пока. Пока, потому что я не хочу оправдываться или объясняться. Я 30 лет иду к сегодняшнему дню, к завтрашнему дню, не для того, чтобы мне рассказывали, как жить и так далее. Когда-то мне казалось это высокомерностью. Когда я стала применять это в своей жизни, уважительно, просто говорю, пока. Моя жизнь поменялась на 180 градусов и качеством, и там духовно, материально, финансово. Люди меня стали окружать, другие. Я начала видеть другой мир, каким он может быть прекрасным. А ты знаешь, какой мир? Это Казахстан. Да. Мы вернулись в начало разговора. Да. Мы за цикл завершили. Да, так надо. Ну, на самом деле, очень круто, когда с нами происходят различные метаморфозы, мы во что-то шагаем, то есть, когда ты шагнула в эту жизнь, в эту группу, не знаю, в какой-то новый вид. В эту страну. В эту страну, опять же, в который раз. Мы всегда это делаем, опираясь на какие-то свои ожидания, может быть, на какие-то свои силы, ресурсы. И как приятно, когда ты спустя год-два, неважно, сидишь и думаешь, я бы ничего не поменяла. Севиль, у нас есть рубрика «Правила жизни». Мы даем ответы, точнее, предлагаем ответы из такой вот у нас книжечки «100 лучших интервью журнала Esquire». Офигеть. Тут очень много умных, мудрых людей по-своему. У каждого из них своя жизнь, у каждого из них свои правила. И мы предлагаем тебе найти ответ в этой книге. Да, эта книга дает максимально стопроцентную информацию, проверенную всеми нашими гостями. Давайте такой вопрос задам. Я вот из Казахстана хочу небольшой подарочек увезти вместе с собой. Вот у меня получится ли его здесь приобрести или нет? Давай, говори номер страницы. 23. 23. И строчка. И строчка сверху, снизу. 23-я сверху. Иван Павел II, Папа Римский. Давай сосчитаем. Сверху. Вы пока можете поговорить. Мне интересно, он сможет досчитать? Там еще есть история. 23. Да. Отдавай ей, пусть читает. Да? Да, да, да. Или мне прочесть. Давайте вы. Ответ на вопрос, смогу ли я что-то увезти для себя подарочек из Казахстана. 23-я строка. Насилие и оружие еще ни разу не помогли решить ни одной проблемы. Сивиль, ну что так? Ну почему ты так? А вот строил из себя осознанного человека добродушного. А вот выбрала бы 22-ю страницу, Педро Альмадавар, может быть, что-то такое. Я не поняла, как это, а как это понимать? Вот так, видишь? Иван Павел II дает только ответы. Вопросы мы сами себе создаем. Может, я насильно хочу этот подарок уже получить. Ты всегда сможешь в нашей стране найти ответы на свои вопросы. Блин, это лучшая финальная фраза. Да. Мы всем будем гостям так говорить. Да, круто. Мы на этом заканчиваем. И когда не придется? К сожалению, мы на этом заканчиваем. К сожалению, мы на этом заканчиваем. К сожалению, мы на этом заканчиваем. Подписывайтесь на Esquire подкаст, на страницу или Esquire Казахстан там. Это неважно. На все страницы Esquire подписывайтесь, на страницы Сивиль, Оксаны, можете меня. Я не всегда в бороде хожу, иногда голенький, иногда в усах. Там вообще контента очень много. Подписывайтесь на всех нас, ставьте лайки, колокольчики и пишите комментарии. Пишите, ребята, комментарии, потому что, ну, я говорила в самом начале, я все читаю, мне очень интересно знать ваше мнение, что вы думаете по поводу... А там только про нас будет. Там будет просто... Что вы думаете по поводу новых ведущих? В общем, спасибо. Спасибо вам большое, надеюсь, вам было интересно. В общем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok